Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители моего канала. С вами Олег Яворович и его зимняя рыбалка. Сегодня, по некоторым моим данным, на нашем водоеме приехал порыбачить один интересный человек. Этого человека вы все знаете по телеканалу Трофей. Да, это ведущий телеканала Трофей Максим. Я отправляюсь на водоем, вернее, я уже на водоеме и хочу с Максимом поближе познакомиться, соответственно, познакомить вас с Максимом, посмотреть его процесс рыбалки на нашем водоеме. Я надеюсь, Максим нам покажет, чем он пользуется, какие у него снасти, оснастки, прикормки и тому подобные вещи. Ну что же, давайте посмотрим, как это все происходит и посмотрим, какая у него получилась рыбалка. Здравствуйте, Максим. Добрый день. Вот вы попали на наш водоем. На нашем водоеме вы уже не первый раз. Хотелось бы услышать ваши впечатления о зимней рыбалке на нашем водоеме. В данный момент времени я нахожусь в Блоковещенске, недалеко отсюда. В гости приехал на несколько дней отдохнуть немножко. Ну, соответственно, параллельно, конечно, работаю не без этого. Но вот и сегодня мне удалось приехать на водоем, попробовать половить рыбу. Соответственно, вода закрытая, твердая, поэтому у меня выбора особо не остается. Или побегать половить судака, которого здесь, ну, в априори есть, но выход есть один раз в год, да? Он есть, но по льду его особо здесь никто не ловит. Ну и глубины, как бы, такие полтора метра. Максимальная глубина на нашем водоеме порядка 3-3,20. Максим, таксюжен, а что же вы решили сегодня половить рыбу на нашем водоеме? Решил половить рыбу на мормышку. Есть мормышки под мотыля, есть безмотыльные мормышки. Опять же, повторюсь, что это из того набора, который мы с корзинком собирали. Я на него очень редко ловлю, поэтому вы видите, что мы их все. Движение в этом направлении слегка неуклюжее. Я бы так не сказал. Поэтому, ну, в первую очередь, почему мы здесь валились именно здесь? Мы уже здесь ловили, когда были вымаски. Ловили два года назад, и я знаю, что здесь есть свал. Ну, относительно ровное, песчаное, ничего здесь такого особого нет. Хотя, в принципе, немного ближе. На лунках, которые находятся у меня за спиной, там попадается трава. Реально, на проводке, когда ты их вытаскиваешь, там уже подверг, реально идет трава. Вот именно эту траву нам, по большому счету, ну, по крайней мере, дядьки слева говорили, что на эту траву попадать не надо, надо искать более-менее чистое дно. Ну, опять же, есть рыболовы местной категории, которым всегда нужно прислушиваться. Ты на этом водоеме один-два раза, ребята здесь рыбачат всю жизнь, и они знают намного больше, чем я. Вот. Соответственно, они стоят слева. Мы так, чтобы не хамить, отошли от них немножко подальше и решили набурить своих лунок. Как Алексей сказал, уже набурили 10 лунок. Каждая лунка находится через 5 метров друг от друга в таком шахматном порядке, чтобы промерить, где какая глубина. Соответственно, ближе к берегу у нас здесь мельче. И вот лунки влево идут, идет небольшой свал, но он такой несущественный, что... Ну, абсолютно несущественный. Но там дальше к центру нет травы. Вот как Максим только что сказал, левее от него сидят наши местные рыбаки, которые забурились в одном месте. Видимо, они вчера или позавчера обнаружили на этом месте какое-то скопление рыбы. Если честно, я пока к ним не подходил, не узнавал. Но по большому счету я знаю, что это скопление может быть небольшого ерша. Или в лучшем случае это мог быть карась. Вот я вижу, наши местные рыбаки уже собираются. Они сидели с утра. И результат, видимо, нулевой. Ну, вы знаете, на самом деле, мы недавно с Воротняковым были на Прилбычах. И далеко не факт, что там нет рыбы. Никого не хочу, конечно, обижать. Но у вас в том числе, да, у вас мормышки сами по себе достаточно большого диаметра. То есть мы начинаем с мелких. А, с мелких, да? Да, конечно, мы, наш, вот в принципе, рыбалки, вот как показывает наша практика местная, да, вот сколько лет, мы постоянно экспериментируем. Если я выхожу на рыбалочку, у меня минимум 3-4 удочки, где стоят совершенно разные мормышки с разным весом, разной конфигурацией. Так что, Максим, смотрите, сейчас вы отловили вот на этом месте, да? Ну вот, да, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4. Вот эти лунки еще не разловлены пока. Как раз, два, три. Сейчас мы эти лунки пройдем, посмотрим, если похлевок не будет. Мы каждой лунки сделаем по 3-4 прохода, ну, проводки. 3-4 проводки, если мы похлевки не увидим, будем перемещаться, искать рыбу, потому что, ну, как бы, находиться на одном и том же месте не имеет никакого смысла. Если рыба себя не проявляет, ее просто здесь нет. Тем более зимой. Вот, поэтому, да, Олег, по твоей наводке нам... Надо немножко сместиться. Переместиться, да? Да, чуть-чуть поглубже. Ну что, для того, чтобы не тратить время, Максим, потому что его всегда у нас мало, давайте сразу переместимся, и у вас будет шанс. По три проводки и погнали. Окей, поехали. Отбили дно и проводка. Проводка, опять же, скажу, что у меня неуклюжая, потому что на зимнюю рыбалку я выезжаю, может быть, два раза за зиму. Но больше во время проводки делаю акцент на то, что помню от ребят, от Федя Андрусенко и Димы Корзенкова, когда выезжал с ним. Если разобраться, то у нас сейчас глухозимье, да? По большому счету, да. То есть, хоть лед у нас стал очень поздно, но если брать по самому календарю, да, то у нас самое глухозимье. Глухозимье у нас, как говорят, если верша поймаешь, то уже хорошо. Вероятность это зависит от водоема. Ну, давайте прислушаемся к вашим словам и сделаем точно так же. Будем делать проводку и остановку. Здесь трава. Здесь трава, да. Проводка и остановка, да? Да, то есть проводочка и остановка потом на дне. На дне остановка? На дне остановка. Хорошо. Проводим вверх-вниз и на дне остановка. Да, и на дне мы останавливаемся. Давайте попробуем. И все ждем. А проводки активные или неактивные? Неактивные. А леску какую вы используете у себя на удочках? Ну, сейчас стоит 2.076. А мармешечка вольфрам? Здесь нет. Здесь, по-моему, муравей стоит. А, стоп, нет. Здесь нет, не вольфрам. Но если судить по отзывам спортсменов, то вольфрам, конечно, лучше всего. Она и потяжелее, и поменьше. Насколько рыболов, столько и мнений нет. Рыболов в этом плане могут переплюнуть только охотники. Потому что у нас каждый охотник считает, что он лучший, самый лучший охотник. Так, Максим, я вижу, вы взяли уже другую удочку. Да, другую удочку, другую мармешку. Такого. Типа бананчика, да? Ну, да, можно так сказать. Да, бананы. В принципе, бананы есть. Много интереснее здесь летом, да? Много разного. Тепло на берегу. Конечно, лето есть лето. А зимой? Не клюет карась, можно плотву поймать. Нету плотвы, там, карпы. Ну, ну, все. Да и впечатление намного больше. Едь куда хочешь, куда душе угодно. Да, здесь есть где половить. Есть рыба? Наконец-то нас порадует. Яш, яш, яш. Ну, все, ну, все. Рыбалка, значит, удалась. Будем играться мармышками. Это уже повеселее. Ну, так. Поклевки есть возле самого дна. Ну. Сейчас будем еще играться мармышками. Чтобы засекаемость была стопроцентная. Поставим вольфрамовую с таким крючком, что не даст ему ни единого схода. Есть поклевка? Нету. Возле самого дна. Есть. Залезай. Сход. Сход. Вот, бач, мотылька немае. Мотылька немае? Свежего мотылька. Свежего мотыля на Уралку. Сколько мотылька? Одного, наверное. А подцепите 3-4. А подцепите 3-4? Конечно, попробуем. Побаловать ее до конца. Без проблем. На дне. Сейчас он даже сразу. Не ушел. Надо продевать хорошо. Ох, кабанчик. Кабанчик. Кабанчик, кабанчик, е-ба-я. Все нормально. Жизнь налаживается. Вы знаете, да. И теплее в руки становится. И теплее в руки. И на душе. И на душе. И уже чая не хочется. Уходить никуда не хочется. Вопрос. А подкармливать ручку? Нет. Показала наша практика. Вот не любит наш водоем подкармки. Под самым дном. Похоже на то, что мотыля уже снял. Итак, Максим. Стратегия уже выработана на нашем водоеме. Стратегия? Да. Обнаружили рабочую лунку. С вашей помощью. Да нет. Здесь удача просто. Какая-то моя помощь. Но ясно дело, если вы не знаете водоема. Под четким руководством. Я бы это так назвал. Лишняя доказательство тому, что надо всегда прислушиваться к товарищам, которые здесь ловят постоянно. Мы тоже, когда приезжаем на чужие водоемы, сразу смотришь по сторонам. На новую. То есть как только произвели замену мормышки, уменьшили диаметр лески, сразу прошла поклевочка. Там 0.085, здесь 0.085, тут 2.076. Мормышечку поменяли обратно с Уралки на Серебряную. И заработали поклевку ёршика. Вот и все. Ну он подходит, где-то есть, он крутится тут. Хоть и мелкий, но... Если прошла перемена погоды, все может быть. Он поднялся, в толще воды что-то сидит там. Ну вот наши догадки, как всегда. Но все рыболовы немного философы, да? Да, 100%. Как же не так? Ну, в зачёте 3 ерша есть. От 0 ушли? От 0 ушли 100%. Так что не всё потеряно. Ну что, судя по водоему, рыбаки практически все ушли с водоема. Остался только Максим на водоеме, и ещё там 3 мужика. Максим отошёл от 0, как говорится. Есть в зачёте 3 ерша. Это уже результат. Сошёл. 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 Как мы и говорили. Да, да, да. Поклёвка, пауза. Бифиш, крупняк. Бифиш, да. Крупняк пошёл. О, крупнячок. Когда рыбы нет, и ёрш рыба. Ну, нам без рыбы скажут, и рак рыба, да? Так, так, так. Нам тут ещё рака только не хватало для полного счастья. Ну, ёрш и проклёвывает. Правда, непонятно, как он проклёвывает. То на проводке, то просто настоящий. Реально на проводке... Сколько мы? 3 рыбы на проводке, 2 рыбы настоящие. Пришли, закинули, бросили. Ну, шо там, 5 ёрш и есть, Максим? Раз, два, три, четыре, пять. На уху хватит. Так всё круто, ёрш. Теперь осталось на день влюблённых проскочить, купить цветы, купить на базаре крупную рыбу, а на ёршах сделать навар. И будет хороша уха. Всё нормально. Я считаю, что рыбалка у тебя бы удалась. Водоём чужий, ты ничего не знал на своём водоёме, но ты від нуля відійшёл и получил удовольствие. Ну, всё бы да хорошо. Пробуем отеля. Есть? Конечно. Ну вот, очередной трофей. Всё нормально. Рыбалка продолжается. Долго ждали? Да, жизнь налаживается, Максим. Всё нормально. И уже как-то теплее. Теплее. Вроде, по-моему, плюсовая температура. Ну, ветер, просто северный ветер сейчас дует неприятно. Только заглотил. Ну, это вполне. А, для Ершо это вполне нормально. Заглот это... Максим, итак, заключительный аккорд. Пожелания нашим зрителям. Ваши впечатления о нашем водоёме. И просто впечатления о зимней рыбалке. Впечатления о зимней рыбалке только положительные, как и от любой рыбалки. А зрителям хочу пожелать, конечно, больших трофейных уловов. Хороших рыбалок. Хорошую компанию. Всегда, чтобы с вами рядом находилась. Потому что общение на рыбалке, это, конечно, прежде всего. По впечатлениям. Рыбу мы свою нашли. Её получили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть ёршиков. Более крупной рыбы не подходило. Конечно, как всегда, каждая рыбалка заключается в получении какого-то опыта. Опыт тоже получили. Выслушали местных рыболов, сделали всё чётко так, как они сказали. Они нас привели на такую себе ямку. Кстати, возьмём на заметку. Вышли на лёд. Если там, где я вначале ловил, там, в принципе, никто не бурился. Это была такая себе авантюра. То здесь, как и в принципе, всегда необходимо просто выйти на лёд, посмотреть, где сидят рыболовы, которые ловят здесь не один день, посмотреть, где старые лунки, пройтись по старым лункам и найти там рыбу. Собственно, что у нас и произошло. Переместились, как Олег говорит, здесь ямка, да? Приямочек такой есть. Видите, огромное количество лунок вокруг. И самое интересное, что у нас есть буквально, вернее, не буквально, а у нас есть раз, два, три, четыре, пять. Ну, где-то лунок шесть мы сделали, а клюёт почему-то только с одной лунки. То есть рыба стоит очень локально, очень близко и клюёт то на проводку, то просто на настоящую насадку. Тем более, как Олег заметил, если мы берём леску 2085 и Уралка у нас там стояла, более крупная мормышка, на неё поклёвок нет. Взяли 2076 леску и мормышечку такую более спортивного размера, можно так сказать, я точно не скажу, у неё диаметр поклёвки. Ну, если не одна за одной, ну, так точно там через одну происходит. Засекаемость хорошая, мотыль работает, погодка тоже нас порадовала, потому что, возможно, это в этом году последний шанс выйти на твёрдую воду. Скоро уже начнётся потепление, не за горами уже сезон карповой рыбалки, которой у меня больше душа лежит и уже на солнышке, конечно, пожарится самое оно. Ну, что ж, давайте, Максим, так, мы не будем вам больше мешать, мы желаем вам ни хвоста, ни чешуи, оставляем вас на нашем водоёме, чтобы вы получили ещё массу удовольствия, уезжая домой, себе в город, и вы рассказали вот эти впечатления, которые получили на нашем водоёме. Спасибо. Пока, до новых встреч, кстати. До новых встреч, и скоро здесь пройдёт в этом году детские соревнования, да? Да, я надеюсь, что 100% мы встретимся на детских соревнованиях. Ну, мы, как всегда, как каждый год, будем вас поддерживать, приготовим подарки и приедем к вам в гости. Пока. Итак, уважаемые друзья, зрители моего канала, сегодня мы с вами провели интересный диалог с хорошими людьми, которые побывали на нашем водоёме. Это телеведущий телеканала «Трофей Максим». Мы посмотрели, как он ловит рыбу на нашем водоёме, пообщались с Максимом, кое-что узнали для себя, кое-что показали Максиму на нашем водоёме. Ну, то есть, я считаю, что по большому счёту вот такой конструктивный диалог у нас получился довольно-таки классный. Если вам понравилось моё видео, поставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. Всем удачных рыбалок и хороших настроений. С вами был Олег Яворович и его «Зимняя рыбалка» с телеканалом «Трофей». Пока.